Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. Чувашия все чаще становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов не только регионального, но и федерального значения. В конце августа в Чебоксарах прошла конференция водоканалов России. Приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. В сентябре Чувашию посетил федеральный министр сельского хозяйства Николай Федоров. Обсудить важные и интересные события, происходящие в нашей республике, мы пригласили пресс-секретаря главы Чувашии Михаила Юрьевича Вансяцкого. Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Добрый день, Татьяна! Добрый день, уважаемые телезрители! В Янтиковском районе прошло совещание, в котором принял участие глава республики Михаил Васильевич Игнатьев и министр сельского хозяйства России Николай Васильевич Федоров. Обсуждалось развитие животноводства в Чувашии. По итогам этой встречи, какие выводы сделаны и стоит ли ждать федеральной поддержки сельскому хозяйству нашего региона? Все ожидали от этого совещания немного большего, потому что сегодня, вы знаете, прекрасно, и наши телезрители знают, какая ситуация происходит в мире. Сегодня санкции принимаются зарубежными странами в отношении Российской Федерации. Наша страна принимает ответные меры, и, конечно, все наши сельхозтоваропроизводители ждали каких-то рекомендаций от министрихоза, как нам развивать животноводство в этих новых, непростых, необычных условиях. Ну, к сожалению, хочу сказать, что доклад, который был сделан директором департамента животноводства федерального министрихоза, он мало чем отличался от такого же доклада на аналогичном совещании в прошлом году, которое состоялось в Сельхозакадемии. Ну, вот этот доклад был построен по принципу, вот здесь у вас спад, вы в этом виноваты, а вот здесь у вас срост, но в этом нет вашей заслуги. Вот, конечно, хотелось бы получить какой-то анализ, что если есть спад, то в чем причина спада, как его преодолеть. Ну, вот анализа такого не было сделано, вот, и некоторые цифры, они вообще вызвали недоумение. Например, заявление о том, что Чуваши выделяет менее 5% своего дорожного фонда на развитие сельских дорог, вот, хотя на самом деле в этом году Чуваши выделяет 5,6% дорожного фонда на развитие сельских дорог. В прошлом году выделяло 5% дорожного фонда, но там причина была в том, что два района просто не освоили эти средства. И вообще, вот, что касается соседских дорог, вот, что касается этой темы сельских дорог, то из-за того, что в 2010 году кое-кто отчитался о том, что в Чуваши построены дороги в сельской местности ко всем населенным пунктам, начиная с 2011 года, республика не получает федеральных средств на эти цели. То есть это порядка 100 миллионов рублей в год. И хотя впоследствии республика уточнила этот отчет и сказала, что у нас на самом деле не так, что на самом деле не ко всем сельским населенным пунктам по остальной дороге, все равно эти деньги до сих пор мы не получаем. Ну, вот, что можно сказать об этом совещании. А так, вообще, Михаил Васильевич Игнатьев там выступил, он сказал, что сегодня рынок, а не чиновник, диктует крестьянину, что ему выращивать, каким видом хозяйствования заниматься. Сегодня у нас доля прибыльных хозяйств растет в республике, и это показатель, который говорит о том, что в сельском хозяйстве у нас дела ведутся рационально. Конечно, есть недостатки, о них мы знаем, их никто не скрывает. Где-то Минсельхоз республики не дорабатывает, где-то не дорабатывают администрации районы. Но эти недостатки известны, их не замалчивают, и мы будем сотораться, эти недостатки исправить. Теперь, что касается помощи из федерального бюджета, как сказал министр сельского хозяйства России Николай Васильевич Федоров, порядка 20 миллиардов рублей дополнительно Минсельхоз России собирается получить, и из этих денег порядка 150 миллионов предназначены для Чувашской республики. То есть сегодня никто ростчерком пера по собственному желанию деньги не распределяет. Если эти деньги положены республике, она их получит в любом случае, как кому-то хотелось бы или не хотелось бы. Хорошо. В октябре в Чувашии ждут еще более высоких гостей на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Ожидается приезд президента страны Владимира Путина. Известно, что гостей будут встречать волонтеры. На Красной площади пройдет наша фирменная зарядка со звездой. Какие мероприятия еще запланированы руководством республики в рамках этого масштабного мероприятия? И какие конкретные вопросы собираетесь обсудить с Владимиром Путиным? Во-первых, пока еще не совсем ясно, будет ли Владимир Владимирович участвовать в этом мероприятии. Поэтому говорить о том, состоится ли его с Михаилом Васильевичем или не состоится, еще рано и что-то будет обсуждаться, соответственно, тоже рано еще говорить об этом. Что касается мероприятий, их будет очень много. Там будут всевозможные семинары, круглые столы, мастер-классы с участием ведущих специалистов, с участием ведущих спортсменов наших. Главная тема этого форума – это подготовка спортивного резерва и совершенствование физической подготовки школьников, физического воспитания, нам даже так точнее бы сказать. Здесь в нашей республике есть что рассказать и есть чем поделиться, потому что в нашей республике все физкультурно-спортивные комплексы переданы на балансы наших детско-юношеских спортивных школ. Результат очевиден. То есть за год финансирование наших детско-юношеских спортивных школ увеличилось на 105 миллионов, если мне не изменяет память. Количество, доля, вернее так, будем сказать, доля школьников, которые посещают детско-юношеские спортивные школы, она увеличилась, по-моему, до 23,8%. То есть где-то на 4% за 3 года. Это хороший результат. И вообще на сегодняшний день в республике у нас порядка 36% жителей активно занимаются спортом. Я сам тоже занимаюсь спортом, и каждый день бегаю. И когда есть время, я в футбол еще поигрываю. И таких, как я, очень много. Что касается непосредственно встречи главы республики с Владимиром Владимировичем Путином, я уже сказал, что пока еще говорить об этом рано, но зато я могу сказать о результатах предыдущих встреч. Помните, мы о ней говорили? Да, помню. То есть уже кое-какие результаты есть. Если вы помните, я тогда рассказывал, что одним из вопросов, который тогда рассматривался, это был вопрос реструктуризации долгов концерна «Тракторный завод». Там сумма очень приличная, порядка 47 миллиардов рублей. Это поручение заняться этим вопросом было дано помощнику президента России, Андрею Ремовичу Белоусову. Он запросил мнение Минпромторга России. И вот сейчас мы узнали, что Минпромторг поддержал полностью инициативы Чуваши по реструктуризации долгов. И уже в сентябре на заседании Внешэкономбанка, правление Внешэкономбанка, это государственная корпорация, будет окончательное ее решение принято по этому вопросу. Если поддерживать инициативу республики, то, конечно, это будет значительным облегчением для деятельности концерна «Тракторный завод», который играет большую роль в экономике республики. Самое главное, что там работают очень много жителей Чуваши, это об их благополучии, благополучии их семей, в первую очередь, озаботиться о главе Чуваши. И на встрече с Владимиром Владимировичем этот вопрос тогда был обсуждался. Я думаю, что если встреча состоится в этот раз, то наверняка там тоже будут рассматриваться какие-то вопросы, которые связаны с повышением благосостояния жителей республики. Михаил Юрьевич, Ваша прямая обязанность – это взаимодействие со всеми средствами массовой информации. И на этом поле без дискуссий никак. Порой возникают и некие недопонимания. В одном из региональных изданий недавно была опубликована статья, которая касалась Вашей работы со СМИ и недовольства деятельностью некоторых районных изданий. Были опубликованы и служебные записки как подтверждение. В связи с этим у меня два вопроса. Таковы правила игры в Вашей работе? Или как эти документы из Дома правительства могли попасть в общий доступ? Я хочу сразу поправить, Таня. Не одно региональное СМИ, во-первых, а пять СМИ об этом сообщили. Хозяева всех этих пяти СМИ находятся в Екатеринбурге. И эти СМИ только теми занимаются, что с утра до вечера поливают грязью Чувашскую республику. Я уже судился с одним из этих СМИ, доказал в суде, что они лгут. Но понял сейчас, что пытаться каким-то образом усовестить этих людей, попытаться им объяснить, что лгать нехорошо, это совершенно бесполезное занятие. В этих записках нет никакого понедовольства работы, нет даже никакого намека на цензуру. Там чисто статистический анализ оперативности и способы подачи информации нашими газетами. Это часть моей работы, потому что одна часть моей работы – это довести до СМИ информацию о деятельности главы, вторая часть моей работы – это проконтролировать, как СМИ уже в свою очередь довели до читателей эту информацию. – Это абсолютно нормальный рабочий процесс. Я указал на недостатки в работе некоторых СМИ точно так же, как и они, в свою очередь, указывают на недостатки работы пресс-службы. То есть мы говорим об этом не для того, чтобы кого-то обидеть или выставить в недобрум свете, а для того, чтобы эти недостатки люди понимали, понимали, где они недоработали и справлялись. Как эти записки попали, не могу сказать. Если честно, наверное, кто-то, кто имел возможность их читать, он их передал в эти средства массовой информации. С другой стороны, я не вижу в этом что-то крамольное, потому что, еще раз говорю, в этих записках нет ничего такого, чтобы было какой-то тайной за семью печати. Любой человек, он может зайти в библиотеку, взять подшивки этих газет и заделать точно такой же анализ, какой заделал я. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я напоминаю вам, в студии мы говорили с пресс-секретарем главы Чувашии Михаилом Юрьевичем Вансяцким. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok